Уважаемые якутяне, дорогие сограждане, в начале прошлого года пандемия коронавирусной инфекции изменила порядок жизни во всем мире. Сегодня ровно год, как мы все с вами, все якутяне, живем в режиме повышенной готовности. Каждому из нас пришлось отказаться от привычных занятий, от личного общения с близкими людьми. Многим пришлось на время приостановить свой бизнес, лишиться доходов. Невиданная никогда раньше глобальная угроза отняла у многих людей их родных и близких. Новая инфекция унесла жизни уже более 2 миллионов 700 тысяч человек на планете. В их числе жизни 539 якутян – это огромная потеря для всех нас. Мы глубоко сочувствуем и соболезнуем семьям, которых постигла эта беда. В борьбе с инфекцией, в защите от опасной болезни и сохранения уровня жизни людей наша республика была и остается единой со всей страной. По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина нам оказывается огромная помощь от Федерального Центра. В общей сложности на борьбу с коронавирусом направлены колоссальные средства – 11 миллиардов рублей, 7,5 миллиардов рублей из федерального и 3,5 миллиарда рублей из республиканского бюджета. Развернут широкий спектр антикризисных мер, финансируемых из федерального и республиканского бюджетов. В 2020 году более 5 миллиардов рублей было направлено на различные меры поддержки малого, среднего бизнеса. Помощь получили люди, оставшиеся без работы. Наш безусловный приоритет – это забота о семье и детстве. Значительно расширяются меры их социальной поддержки. В 2021 году эта сумма увеличивается с 10 до 12 миллиардов рублей только на помощь семьям с детьми. Эти выплаты помогают тысячам семей якутян пережить нелегкое время. Немалая помощь пришла от наших предприятий, от крупного бизнеса. К примеру, Алроса на 800 миллионов рублей закупила медицинское оборудование, лекарства для районов республики, где компания ведет свою деятельность. Модернизированная в оперативном режиме структура здравоохранения доказала свою эффективность в борьбе с коронавирусом. В считанные дни была развернута система инфекционных стационаров в районах и городах республики. Коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией в пиковые периоды заболеваемости мы доводили до 3100 коек. Благодаря федеральным и региональным программам, благодаря вкладу благотворителей для больниц республики закуплено более 2300 единиц медицинского оборудования, включая кислородные станции, аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы, рентген установки и многое другое для диагностики и лечения больных. По всей Якутии мы развернули широкое тестирование на COVID-19. Если в самом начале пандемии в двух лабораториях у нас проводилось всего 300 исследований, то сейчас мощность 16 лабораторий доведена до 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки. За это время сотрудники лаборатории республики протестировали уже больше 886 тысяч человек. Во всех, даже самых отдаленных районах, муниципальными властями была развернута вторая линия защиты, открыты и оснащены обсерваторы, обеспечено жилье и транспорт для медицинских работников, обеспечены все меры безопасности, доставлены тесты, медикаменты и средства защиты. В сложнейших условиях наши медики, подвергая себя постоянному риску, ежедневно спасали и продолжают спасать жизни якутян, работая без сна и отдыха. Ежечасно, находясь на передовой борьбы с инфекцией, они решают задачи, которые в прежней обычной жизни казались невыполнимыми. Профессионализм и стойкость врачей, медсестер, санитаров, всех медработников, их благородный труд вызывает восхищение и благодарность всех якутян. На переднем крае защиты людей находятся сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных органов, социальных учреждений, волонтеры. От имени жителей республики я хочу выразить благодарность всем, кто в течение этого нелегкого года активно участвовал и продолжает участвовать в борьбе с коронавирусом. Вместе нам пришлось пережить потери и преодоления, самые первые случаи заболевания в Якутске, первый массовый удар инфекции в Салбанцах, полный карантин в Алдане, вспышку коронавируса на ЧНД, вторую волну заболевания этой осенью. Вместе мы делали и делаем все, чтобы не допустить сбоев жизнедеятельности республики, не допустить падения уровня жизни граждан. Мы продолжаем консолидировать ресурсы, действуя в режиме повышенной готовности и не только обеспечивая стабильность экономики, но и добиваясь поставленных целей развития. Уважаемые сограждане, несмотря на значительное отступление болезни, все еще очень рано говорить о завершении атаки инфекции. Одержать полную победу над ней нам поможет массовая вакцинация, развернутая сейчас в нашей стране. Благодаря отечественной науке Россия стала первой страной в мире, где появилась вакцина от коронавируса. К нам поступают новые партии доз вакцины «Спутник Ви», которые сразу распределяются в районы и города Якутии. Очень важно достичь более высоких темпов иммунизации жителей республики. Это нужно, чтобы свести к нулю заболеваемость и как можно скорее вернуться к полноценной жизни. Также это нужно, чтобы защититься от последствий COVID-19. Осложнения после этой болезни еще не изучены и непредсказуемы, поэтому очень опасны. Уберечь людей от болезни, а значит от ее последствий, вот важнейшая цель вакцинации. Особенно это важно для наших сограждан, старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Сейчас мы создали все условия для максимальной доступности вакцинации, упрощена процедура записи. Я сам тоже получил вакцину в числе более 55 тысяч жителей республики. И я уверен и вас призываю, уважаемые якутяне, надо взять заботу о собственном здоровье в свои руки, снять риски опасной болезни. Тогда личная победа каждого из нас приведет к общей и полной победе над инфекцией. Сегодня, к счастью, ситуация с коронавирусом стала заметно улучшаться. Уже больше полутора месяцев, с начала февраля, заболеваемость в городах и районах нашей Якутии устойчиво снижается. 15 марта я подписал указ о снятии еще целого ряда ограничений. Теперь по согласованию с Роспотребнадзором и оперштабами разрешается проведение конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий. Кинотеатры и театры, концертные залы могут заполняться уже на 75%. В парках культуры и отдыха заработают аттракционы. Торговые организации смогут уже не закрываться для генеральной уборки и дезинфекции, а проводить ее еженедельно в удобное для них время. Как видим, друзья, эпидситуация позволяет нам почти полностью вернуться к нормальной жизни. Тем не менее, режим повышенной готовности пока продлен до конца марта. Я очень надеюсь, что масштабы вакцинации позволят в скором времени снять и эти ограничения, когда мы будем уверены, что рисков больше нет, особенности для нашего старшего поколения. Дорогие якутяне, я всегда подхожу к своим обязанностям, сознавая всю полноту возложенной на меня ответственности за ваши жизни. Мы делаем все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом улучшалась с каждым днем. И я требую такого же отношения от тех, кто отвечает за обстановку на местах, от глав муниципальных образований, от руководителей предприятий и организаций. За этот год мы с вами научились жить и работать в самых неординарных условиях. Да, порой было крайне непросто, но мы вместе смогли перестроиться на системную борьбу с эпидемией. Мы выдержали много испытаний и извлекли немало важных уроков. Наступление коронавирусной инфекции научило нас быть готовыми ко всему. Мы все сейчас лучше, чем до пандемии, понимаем значение эпидемиологической настороженности, соблюдение санитарных норм. И мы понимаем, что действие самых важных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия должно сохраняться. Мы продолжим соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, сокращать контакты, чтобы всеми силами не допустить новых вспышек заболевания. Каждый из нас должен проявлять выдержку для общего благополучия для полной победы над COVID-19. И я уверен, что мы это сделаем. Ведь предотвратить взрывное распространение инфекции мы смогли во многом благодаря ответственности и терпению каждого жителя республики. Я уверен, экстремальная ситуация, в которой оказался весь мир, четко проявила лучшие качества наших людей. Мы смогли выстоять перед вызовами пандемии благодаря единству и сплоченности. Это сложное время показало, насколько важно помогать заботиться друг о друге и действовать сообща. В год здоровья в нашей республике мы еще больше объеднимся, создавая атмосферу ответственного отношения к своему здоровью, к здоровью своих детей и близких, чтобы каждый якутянин чувствовал заботу о самом ценном для каждого человека. Друзья, сегодня я хочу сказать каждому из вас большое спасибо за вашу ответственность. Спасибо за то, что вы с достоинством выдерживаете все трудности, не теряя силы духа и оптимизма. Общими усилиями мы сохраним позитивную динамику развития ситуации и в скором времени сможем выйти из режима повышенной готовности. Сможем вернуться к привычному ходу жизни и начнем снова полнокровно жить и трудиться. Я еще раз благодарю вас за ваше понимание, терпение и выдержку. От всей души желаю крепкого здоровья всем вам, мои дорогие Екутяни! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok